Некоторые истории из жизни настолько драматичны, что больше похожи на сюжет для кино. Та, которую мы расскажем сегодня, поражает вдвойне. Ведь она о том, как любовная история вдруг стала поводом для большого скандала, а судьба влюблённых решалась на уровне руководства страны. А началось всё с концерта. В 2010 году Союз Армян России с размахом отмечал своё десятилетие. На пафосном мероприятии помимо руководителя САР и известных российских бизнесменов армянского происхождения присутствовал также тогдашний президент Армении Серж Саркисян. Выступать на концерте, среди прочих, пригласили молодую, но уже титулованную чеченскую исполнительницу Хеду Хамзатову, которая уже в 18 лет стала заслуженной артисткой Чечни, а чуть позже и Ингушетии. Встречайте, Хеда Хамзатова! На концерте на армянском языке она спела песню «Хай Каджер» – «Армянские храбрецы». Зрители были покорены и не скрывали эмоций. Красивая исполнительница очаровала всех и зал бурно реагировал на её пение. Надо сказать, что к тому времени девушка уже успела столкнуться со сложностями из-за своей привлекательности. Как пишет издание «Медуза», известная чеченская певица некоторое время даже числилась пропавшей без вести, после того, как отказалась выходить замуж за высокопоставленного чеченца. После выступления вице-президент Союза Армян России Армен Гюльназаров попросил познакомить его с девушкой. Знакомство с симпатичным молодым армянином быстро переросло в красивые ухаживания и другие не менее прекрасные романтические проявления, а вскоре и в серьёзные отношения. Гюльназаров пригласил девушку в Ереван, чтобы познакомить её с родителями. Сфера его деятельности, если честно, не совсем ясна. Но в качестве главы благотворительного фонда помощи молодёжи и детям УРАРТУ он провёл несколько мероприятий в Лужниках, спорткомплексе Олимпийский и Кремлёвском дворце. В прессе о Гюльназарове последний раз упоминали пару лет назад в качестве главы проекта «Мы едины». Тогда в Гюмри на дислоцированной здесь 102-й российской военной базе развернули 100-метровый российский флаг. Мероприятие, на котором выступал Гюльназаров, было приурочено к российскому празднику – 4 ноября, Дню Народного Единства. В целом понятно, что Гюльназаров вхож в высокие кабинеты и совмещает бизнес со скучноватой статусной протокольной деятельностью, что не мешает ему оставаться человеком, способным на сильные чувства и на вполне человеческие проявления. Кстати, человек с таким же именем фигурирует в качестве главы строительной компании ООО «Капиталстрой», которая занимается возведением жилых и нежилых зданий в Санкт-Петербурге. О себе Гюльназаров предпочитает не рассказывать. Но в тех редких случаях, когда он все же это делает, он рассказывает о том, что его предки из Нахичевани, из села Казнут. Но особенно он гордится, по его словам, тем, что его прабабушка была матерью известного армянина Гаригина Нажде. Так ли это на самом деле, мы проверить, конечно, не можем. Остается только поверить господину Гюльназарову. Но вернемся к нашей романтической истории, которая, так красиво начавшись, имела все шансы на красивое завершение. Однако что-то пошло не так. Страсти начали накаляться, когда о намерениях певицы стало известно в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров упал в бешеную ярость и развил кипучую деятельность, узнав о предстоящем замужестве Хамзатовой. Вслед за этим в Грозном пропала подруга певицы Зулихан Читаева, учительница начальных классов местной школы. В течение первых трех дней после ее похищения с ее мобильного телефона приходили СМС, в котором говорилось, что ее не отпустят до тех пор, пока с ней на связь не выйдет Хеда. После того, как о местонахождении Хеды стало известно, за ней поехали гонцы. Курировал возвращение беглянки советник Кадырова Адам Делимханов, ныне депутат Российской Госдумы. Хеда и ее жених пытались настоять на своем. Было предпринято целых 10 попыток вернуть девушку на родину. Из Чечни звонили президенту Армении Сержу Саркисяну. Послали самолет, поручивая это дело Адаму. Десять раз посылали за ней. Взяли ее отца и мать. Поехали. Привез я ее домой, договорившись с их президентом. Рассказывал об этой истории сам Кадыров. Очевидно, что методы и доводы, которыми Хеду пытались вернуть назад, были настолько весомы и убедительны, что остаться в Армении девушка не могла. Не особо стесняясь выражениях на заседании правительства, Рамзан Кадыров рассказал о том, как спас чеченскую певицу от замужества с армянином. У него была своя версия событий. Кадыров утверждал, что девушка согласилась на замужество в обмен на обещание обеспечить ее выступление на Евровидении. В случае денег есть, я выграю Евровидение, я стану богатой, я приеду обратно домой. Это особо удивительный аргумент, потому что репертуар певицы сильно отличается от формата, принятого на песенном конкурсе. Далее Кадыров рассказывал, сколько денег потратил на раскрутку певицы и во сколько обходится каждый ее концерт. Я ей устраивал сольные концерты. Когда говорят сольный концерт, то всем кажется, что это легко. Чтобы организовать один хороший концерт, нужно 10 миллионов. И что случилось с Хедой Хамзатовой? Люди о ней сплетничают. Скажу и покажите это всем в республике. Когда армянин пообещал ей повезти на Евровидение, поехала вместе с ним в Армению, чтобы выйти за него замуж. Мы поехали за ней, посчитав, что если чеченская девушка, заслуженная артистка выйдет замуж за армянина, нам позор. Вот как руководитель Союза женщин Чечни Малика Амарова прокомментировала журналисту такой сильный гнев Кадырова. Никогда мусульманка не выходила за христианина замуж. Даже в советские годы, когда религию подавляли, межрелигиозных браков в Чечне почти не было. Всегда считалось, что это из ряда вон выходящее событие. Не от того, что мы не любим тех или иных. У нас это в генах заложено. Если спросить меня, вышла бы ли я замуж за христианина, я бы сказала нет. Пусть я умираю от любви. Возникнут проблемы, и любовь уйдет в сторону. Это разные веры, разные обычаи, разный язык и разные взгляды. Вскоре после возвращения в Чечню Хеда Хамзатова вышла замуж за заместителя руководителя одного из ингушских ОВД Ильяса Нальгиева. Свадебное торжество было, как и полагается, пышным. Но, по слухам, Хеда стала второй женой Нальгиева. Иначе говоря, к моменту женитьбы он уже был немного женат. Но реальные проблемы Хеды были еще впереди. Очень скоро ее муж стал фигурантом громкого уголовного дела о пытках. Он и его непосредственный начальник обвинялись в превышении должностных полномочий, в пытках задержанных, в использовании автомобилей, задержанных в своих личных целях. Ну, это такое, вы знаете, вещественное доказательство в личное пользование. Всего в деле было 11 эпизодов, но в итоге потерпевшие по непонятным причинам отказались от своих показаний. И в деле остался лишь один потерпевший, Зелимхан Читигов, который в результате пыток стал инвалидом. В итоге Нальгиев отправился в колонию строгого режима на 8 лет. Но буквально за день до вынесения приговора на него было совершено покушение, и он в тяжелом состоянии попал в реанимацию. В самой республике это объясняли объявленные ему кровной местью родственников, потерпевших по этому делу. Ну, а что же Хеда? После череды громких скандалов о певице долгое время было ничего не слышно. Понятное дело, что и с сольной карьерой она распрощалась. Известно, что у нее четверо детей, она живет в небольшом ингушском городке Карабулаки. Первый раз после длительного перерыва, несколько лет назад, она появилась на публике в день свадьбы своего брата. Посмотревшие ролик на ютубе, пользователи сети отмечали, что Хеда все так же прекрасна и стройна, и сетовали, что давно не видят ее на сцене. Приблизительно в то же время, в 2020 году на ютубе появился ее новый ролик с песней «Вай Безам», что переводится как «Наша любовь». В том же году вышло интервью певицы на гостелеканале Ингушетии. В интервью певице ожидаемо не был задан ни один из действительно значимых вопросов. Она рассказывала о том, как со своей семьей пережила ковид, какой едой предпочитает кормить детей, какое воспоминание из детства считает самым ярким, а также о том, что муж ее поддерживает во всем, и как раз сейчас она снимает новый клип. Как живет певица на самом деле, из этого интервью ясно не стало. А после него, вот уже в течение двух лет, Хеда по-прежнему нигде не выступает. Как сложилась жизнь ее армянского жениха, неизвестно. Надо сказать, что Гюль Назаров избегает информации о себе в соцсетях, нигде не делится сведениями о своей семье, и вообще человек крайне непубличный, поэтому информация о его жизни крайне скудна. Обсуждение этой истории не затихало долгие годы. Многие пользователи сети поддерживали Кадырова и говорили, что мусульманке не гоже выходить замуж за христианина. Но были и такие, которые придерживались иного мнения. Ну а мы хотим спросить вас в завершении этого ролика, как вы относитесь к межнациональным бракам, особенно если речь идет о людях, исповедующих неблизкие религии. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!